Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня странная ситуация на работе. Дарья, вот вы говорите о том, что ситуация на работе странная. Я бы хотел, наверное, для начала несколько уточнить, что вы вкладываете именно в понятие странность. Что такое странность? У нас есть девушка, которой начальник делегировал полномочия распределять задачи и выдавать деньги из сейфа. Ну и некоторыми кадровыми вопросами она занимается. И вот распределяем задачи она тупо как хочет, не учитывать нагрузку человека. Один раз мне перед отпуском за три дня распределила новую задачу. Дарья, ну понимаете, какая штука? Вы здесь апеллируете. по факту. По факту. Апеллируете к тому, что является специфическими такими моментами, да, которые, например, о которых, точнее, о которых мы, психологи, не знаю. Например, когда, допустим, вы говорите о том, что за три дня она распределила вам задачу, да? Вот. Окей. Может быть, это и плохо. Может быть, это плохо. А может быть, и нет. Мы этого не знаем. Понимаете? Вот. То есть мы не очень понимаем и в данном случае не очень представляем, о чем идет речь, потому что это ваш опыт. Вот он у вас, очевидно, что покой. Вот. И... на мой взгляд, я бы здесь не опирался бы на факты. Именно. Именно на факты. А больше бы смотрел на то, что вы считаете, вот вы и сами. А что вы считаете сами для себя неприемлемым? Вот. И чтобы вы вместе с тем обращали внимание на то, что вы хотите с этим делать. Понимаете? Ну, нормально. Вот. Потому что, ну да, вы можете быть с чем-то не согласны, это абсолютно нормально. Раз может что-то не устраивает, то тоже абсолютно нормально. Вопрос заключается, наверное, немножечко в другом. Что вы хотите с этим делать? Да? Вот это, как мне думается, важно. Важный момент. Здесь. Дальше. Идем. Я неоднократно просил ее хотя бы спрашивать у меня, но у меня мою нагрузку, так как мне начальство напрямую распределяет много задач. Получается, накладка. Почти вы. Что же. Здесь вы... По сути, по сути дела, говорите о следующем. Что у вас много задач. Вы говорите. То есть вы говорите о том, что вам тяжело. Что вам вот и начальство, получается, задачи какие-то делегирует, а? Вот. И еще эта девушка тоже делегирует вам какие-то задачи. Получается, получается, накладка. Согласен. И вопрос здесь заключается в том, в том, что вы как будто бы, как будто бы, я подчеркиваю, как будто бы, готовы принимать вот эту, ну вот эту большую нагрузку, скажем так. Да? То есть у меня сложилось такое впечатление, что вы готовы на себя брать все еще. Вот. И то, что вы просите у человека, чтобы она интересовалась вашей нагрузкой, да? Как бы, ну, с одной стороны, вроде бы как вежливо, с другой стороны, как будто бы, здесь вы выступаете в позиции просящего. Вот. То есть это позиция просящего. Почему это позиция просящего? Потому что, вы как будто бы просите человека уважать или заботиться о вас, да? То есть, ну, вот ты, пожалуйста, поинтересуйся, да? Могу я это сделать или нет? То есть здесь чувствуются ваши слабые личные границы. В первую очередь. Потому что, если, если, если вам что-то тяжело, да? Если вам что-то трудно, если вы устаете, вот, еще один такой очень важный момент, если вы устаете. Вот. А это нормально, что вы устаете. Мы все можем уставать, да? Вот. Но в вашем случае вы не просто устаете, а вы как будто бы с трудом защищаете свои интересы, вы с трудом защищаете, ну, свой комфорт здесь. То есть на вас навешивает задание, и начальство, и эта девушка, вот, как бы, ну, у начальства свои интересы и свои задачи, совершенно очевидно. Вот. У девушки свои задачи и свои интересы, тоже совершенно очевидно. И у вас, у вас тоже, свои задачи и свои интересы, это тоже совершенно очевидно. Но, разница вся заключается в том том, что и девушка, и начальник свои интересы защищают, а вы нет. Вот. Вы как бы, получается, ждете, вот, что они будут о вас думать. И это очень важный момент, потому что такое поведение, такая модель, точнее, такая модель поведения, когда человек берет на себя много, да? Когда человек взваливает на себя новые и новые задачи, вот. Как правило, такая история возникает в случае, когда человек пытается либо выслушаться, либо что-то доказать. Я не знаю, какой ваш вариант, может быть, если вы подумаете, вы сможете увидеть, какой именно ваш вариант. То есть, как так получилось, да, что вы задачи начальству выполняете, вот, и, а девушки это выполняете тоже, ну, должны, получается, выполнять задания и так далее. Особенно, если вам тяжело, если вам трудно, вот. Но, как бы, факт остается фактом, что есть ощущение, что вы либо пытаетесь выслушиться, либо пытаетесь что-то доказать, вот. Либо, 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 либо вы чего-то боитесь, вот, это тоже, тоже такой вот вамек. Ну, что, вполне вероятно, да, что вы боитесь, ну, боятся, боятся. Боятся вы можете увольнения, боятся вы можете, там, не знаю, того, чтобы останется без работы, без средств к существованию и так далее. Вот, если это вопрос страхов, вот, если это вопрос именно страхов, то, на мой взгляд, его нужно решать отдельно. Он не привязан, не привязан, как бы, к этой ситуации напрямую, вот, он не связан, не связан с тем, что вы описываете, он связан исключительно с вашим собственным опытом. Вот, это ваш опыт, который вы как-то вот получили, да, получили болезненно, травмирующе, вот, он у вас не структурирован, как бы, и вам от этого довольно тяжело получается. Ну, вам от этого тяжело, вам от этого трудно. Вот. И с этим нужно работать отдельно, отдельно. К текущей ситуации это отношение не имеет. Вот. Дальше. Она принципиально не хочет этого делать, не хочет договариваться, все попытки об этом поговорить, заканчивать скандалом и унижением с ее стороны. Ну, вот. Здесь довольно интересный, интересный момент. Значит, во-первых, во-первых, она принципиально не хочет этого делать. Вопрос. Этот, этот человек, коллега. Он не ваш родственник, не ваш, как бы, этот друг, не ваша подруга. Он связан с вами только служебными обязанностями. Это означает, что человек действует в своих интересах. Это означает, что, чтобы с ним договориться, нужно, чтобы ему, ей было с вами выгодно договориться. И вот у меня вопрос. Вы знаете, для чего вам с ней договариваться, что вы получите, но для чего ей с вами договариваться? Очень хороший вопрос. Вот до тех пор, пока вы не сможете на него ответить, пока вы не сможете назвать для себя и предложить ей выгоду договора с вами, почему она должна отказываться от своего поведения. Вот ситуация, как бы, будет такая. Вот. А если еще вы ждете или, ну, или ожидаете, что человек должен как-то себя, ну, как-то себя вести, вот, именно должен, то я боюсь, что эта история исключительно про ваши фантазии. Потому что человек может вести себя, может вести себя так, как вы хотите, но скорее всего, и как правило, он будет вести себя не так, как вы хотите. Вот. Это нормально. Люди не ведут себя так, как мы хотим. Вот. Поэтому, поэтому очень важно, чтобы вы сами для себя ответили на этот вопрос. Как бы, что она получит, если со мной договориться? Какая ей от этого выгода? Ну, и нам, как сторонним наблюдателям, ну, в частности, мне, да, давайте я буду говорить про земля, вот, мне не очень понятно, как сочетается то, что вам делегируют, значит, какие-то задачи вам делегируют начальство, как какие-то задачи вам делегируют вот эта девушка. А как это вместе сочетается? То есть это должно друг друга дополняться, это должно друг друга замещать. Потому что, ну, по идее, если начальство делегировало девушке по обязанности, да, распределять задачи, то само начальство делать это больше не должно. Вот. Вот. Если это делает и начальство, и девушка, то, ну, совершенно очевидно, что задачи выполнять, в первую очередь, наверное, начальство, потому что начальство ставит выше. И приоритетными являются задачи именно начальство, потому что иерархия. Вот. То есть мне не совсем понятно, как вот соотносятся задачи начальства и задачи этой девушки. Но, если начальство делегирует вам какие-то задачи, что называется лично, то тогда зачем эта девушка? Вот. Зачем тогда она, ну, для чего ей тогда делегировали задачи? Вот. То есть тут вот, опять же, да, мне как человеку со стороны, да, не очень этот момент понять. Но вам, как той, кто в этом, что называется, крутится, безусловно, эта ситуация ясна. И исходить здесь нужно именно из трудового договора. В трудовом договоре прописано, сколько вы работаете, да, сколько вы работаете, как вы работаете и т.п. и т.п. И объем работы тоже в трудовом договоре должен быть прописан ваши обязанности и так далее. Если вам дают что-то больше ваших обязанностей, то, соответственно, увеличивается заклад. Вы не обязаны работать как бы выше вашего объема работы без дополнительной оплаты. Возвращаюсь немножко назад к вопросу того, что вам распределили задачу за три дня до отпуска. Я не вижу в этом ничего плохого. Не потому что я считаю, что вы не правы, а потому что я правда не вижу, что в этом такого. Вы дали вам задачу за три дня до отпуска. Три дня вы работаете, найдете задачу и потом уходите в отпуск и все. В чем проблема, я не очень здесь понимал. Ну вот. Далее. Вы пишите о том, что все заканчивается скандалом и унижениями в СССР. Смотрите, здесь происходит небольшая манипуляция вами некоторыми факторами. Во-первых, скандал невозможен без участия двух людей. Один человек скандалить не может. Вообще, один скандалующий человек выглядит довольно комично. Вот. Поэтому, как бы один человек не скандалит. Вот и поэтому. То, что ваши с ней попытки поговорить заканчиваются скандалом, в первую очередь для меня, как для психолога, означает что? Что вы способствуете возникновению скандала. Вы в него вносите в какой-то вклад. Возможно, что ваша злость проявляет выходом, который является этот самый скандал. Возможно, что-то еще. Но очень важно увидеть, какой вы вносите вклад в скандал. И первым шагом для этого я рекомендую вам изучить психологическую игру, которая так и называется скандал. Изучить ее для первого понимания, первого такого, ну, первого образа, да. Первого, так сказать, уровня восприятия этой истории. А дальше на психотерапии вам нужно будет это разбирать. Дальше. Унижение с ее стороны. Пишите вы. Ну, помимо того, что это, вероятно, непрофессиональное поведение, да, которое, в принципе, может послужить, ну, поводом обратиться, например, к начальству, поводом написать жалобы, т.д. и т.п., да, потому что, ну, как бы, служебное нерабочее поведение, это история довольно скверная. В первую очередь, это говорит о том, что человек не самый профессиональный, да, они при этом профессионально выполняют свои обязанности. Здесь мы, конечно же, делаем скидку на то, что вы, может быть, сами провоцируете скандал, сами того, как бы, не осознала, и тем самым выводя ее на эти унижения. Поэтому тут ситуация двояка. Кроме того, говоря о том, что она вас унижает, непонятно, как действуете вы. И, случайно, не унижаете ли вы ее? Если вы унижаете, то это не очень хорошо, конечно же. Вот. Следующий момент заключается в том, что если вы воспринимаете как унижение то, то, что говорит она, да, то это в первую очередь говорит о том, что вас это задевает. Если вас это задевает, нужно разбираться в том, как вас это задевает, чем вас это задевает, да. Так вот. Каким образом вы воспринимаете это, то, что она говорит, как унижение, то, что восприятие чьих-то слов исключительно зависит от вау. Если вы что-то воспринимаете как унижение, значит, вы уже себя унизили. А поскольку унижение себя внутреннее является актом аутоагрессии, вот, то я полагаю, что это изначально предназначалось кому-то другому, потому что в основе акта аутоагрессии лежит злость, злость при направлении на себя. Значит, вы подавили злость на другого человека, не умея ее выразить, ну, таким конструктивным, скажем так, способом. Это возвращает нас к тому, о чем я говорил вначале, что вы не защищаете свои интересы. Она говорит, что не хочет предо мной унижаться. Унижение в ее представлении это уточняет, какая у меня загрузка, прежде чем что-то распределить. Ну, все правильно. Для нее это унижение. А ввиду того, что человек не видит для себя выгоды этого делать, ей не выгодно так поступать. Поэтому она может воспринимать это как унижение. Вопрос, что вы можете сделать для того, чтобы ей было выгодно это делать? По факту, она не выполняет ничего важного, но начальство ее процесс распределяет задачи каждый раз. Ну, то, что вы говорите, что она не выполняет ничего важного, это скорее ваш проект своей обиды. Потому что, если бы она не выполняла ничего важного, то начальство бы ее не держало. Ну, вот так бывает, что на работе не держит людей, которые не выполняют чего-то важного. Особенно в настоящее время. Сама она этим заниматься не хочет. Чем? О чем я тоже говорил, она отказаться сама не хочет. Это ее проблема. Вот понимаете, здесь вы опять же демонстрируете, что зависимость от другого человека. Невозможность продвигать самостоятельно, собственную модель поведения и интерес. Возговоры не помогают, правильно? Потому что вы ничего ей не предлагаете. Недавно сказалось, что если меня что-то не устраивает, чтобы я не определял, писал об этом в общий час с руководством. Вы так делаете? Ну так. Выглядит как хорошая рекомендация. Часто может командовать в этом плане, представлять за то, что мысль не вынесли, хотя ее начальником никто не назначал. Чувствуется, что у вас довольно много злости, обиды и агрессии. Я думаю, что это вам нужно помочь справиться. Потому что сейчас это просто деструктивно влияет на то, что вы делаете. Я не хочу ей подчиняться и не нужна. Так абсолютно нет никаких способностей к управлению организации. Хочу просить, чтобы с нее сняли эти полномочия, но не знаю, правильно ли я поступал. Я не думаю, что просить снять кого-то полномочия является вашей компетенцией. Я думаю, что вам нужно отстаивать свои интересы. Действуя через другого и пытаясь избавиться от другого человека, вы не решаете своих проблем, в том числе психологических. Значит, не знаю, правильно ли я поступаю и что в целом следует делать в таких ситуациях, я ни разу не упадал. В первую очередь, начинать с юридической стороны вопроса. Вторую, работать с психологической стороной данной ситуации. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи! Обращайтесь! Вот. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok